В Лосином в расположении воинской части располагались склады боеприпасов. Один из окружных арсеналов, арсеналов Урольского военного округа. Боеприпасы, хранимые в Лосином, вывезены из Германии. Сняты с вооружения ГСЛГ, группы советских войск в Германии. В 93-м году главная наступательная группа советских войск в Европе была ликвидирована как данность 4 армии до 500 тысяч личного состава. Припасы одной из дивизий эвакуировали как раз в Лосины. По разным данным 31 или 33 хранилища. В принципе, боеспособности припасы не теряют. Хранятся в масле на консервации, устаревают только морально. К примеру, на складах Куоском резерва до сих пор хранятся промасленные маузеры и пулеметы Максимы. В окружном арсенале в поселке Лосинов в складах хранились, например, тонны 800 килограмм тротиловых шашек, укомплектованных в брикеты по 75 граммов. Они хранились в отдельном тротиловом складе, упакованные в ящики. Склад этот не взорвался. 1 миллион противотанковых мин, полмиллиона противопехотных мин, 18 тысяч кассетных противопехотных мин. Более полутора тысяч комплектов зарядов к установкам типа «Град» и систем залпового огня. Как известно, один комплект — это 40 реактивных зарядов трехметровой длины. Сорокоствольная установка на базе «Урала» в начале 80-х годов устарела уже с ручной подачей зарядов. Выстреливает комплект за 20 секунд, то есть два выстрела в секунду. Разлет неуправляемых осколков до 30 километров. Судя по всему, склады с реактивными зарядами остались также нетронутыми. Горели минные склады, склады инженерных боеприпасов, а также те, где хранились спецзаряды, запалы электродетонаторы. 40% складов остались невредимыми, то есть сгорело их около 20. Большие материальные потери складываются прежде всего из стоимости боеприпасов. К примеру, в советские времена один бронебойный танковый снаряд стоил 215 рублей. Месячная зарплата доктора наук. Минус стоит еще дороже. Далее ущерб стоимость сгоревших зданий в части. Ущерб населению и скореженные дома в поселках Лосины, Крутиха, Малиновка, Адуй. Разбирательством по факту будет заниматься противопожарная служба. Федеральная служба безопасности будет, как всегда, разрабатывать версию диверсии. Но вероятность диверсии исчезающей мало. Сначала возник пожар, и только потом прозвучали взрывы. Далее от вторичной детонации еще взрывы. Вообще же каждый взрыв вызывает выплывание военных тайн. Правительство области говорит о кольце арсеналов вокруг города Екатеринбурга. В период техногенных катастроф мы оказываемся заложниками. Первыми на ликвидацию пожара в поселке Лосины прибыли две автоцистерны с курсантами. Первого курса Екатеринбургского пожарно-технического училища. Пострадавшими из сил быстрого реагирования оказались также из личного состава училища трое. Погиб инструктор капитан Косинков. Получили отравление продуктами горения. Преподаватель подполковник Огородников и курсант Пармёнов. Всего было 13 крупных взрывов. Болванка, приятел от пятого взрыва, упала в десяти метрах от командующего Уралвой Юрия Грекова. А после восьмого взрыва убила капитана Косинкова. Больше всего сил на тушении как раз из пожарного училища 131 человек личного состава, из них 100 курсантов. Всего совместных сил ГУЧС и пожарных в Лосиной было стянуто более 200 человек, порядка 235 примерно. Пожарные кроны училища выезжали из Екатеринбургского гарнизона, неведомо сколько. Тушила также войсковая пожарная часть и местные пожарные из поселка Монетного и Березовского. Практически одновременно с первыми пожарными на возгорание складов прибыл из Екатеринбурга с базы ОМОН ГУВД Свердловской области. В начале четвертого часа 40 бойцов ОМОН были на месте и сейчас несут службу в Лосином. Бойцы меняются, командиры также. Более того, прибыло 60 бойцов патрульно-постовой службы ГУР УВД. Силы органов внутренних дел не пострадали. Из сил ГУЧС прибыла служба спасения МЧС «Сова» все четыре машины из имеющихся. Теперь по медицинской помощи. Медицина катастроф. Одна бригада дежурила на месте, две по эвакуации раненых в центральную городскую больницу Березовского. 13 пострадавших эвакуировала медицина катастроф. Из них один капитан Косинков из пожарно-технического училища был доставлен в больницу, прооперировал, умер. Врачи медицины катастроф не пострадали. Это только «Тойота» медицины катастроф с Красным Крестом. Осколок попал в лобовое стекло и стекло треснуло. Екатеринбургская скорая помощь высылала в зону бедствия три экипажа. Еще два дежурили у границы АЧГ всю ночь. С утра их сменили. Четверых военнослужащих вывезла скорая. В окружной 354-й военный госпиталь в Екатеринбург. Двоих пожарных с отравлениями скорая же вывезла в областной токсикоцентр. Участвовала и уральская база авиаохраны лесов. Один борт АН-24 вылетал вчера вечером для облета АЧГа. Первую схему пожара дали как раз авиаторы лесоохраны. Сегодня еще один борт авиаохраны вылетал. Лесо вокруг горит немного, но лесоохрана из двух лесхозов рядом дежурит на границе АЧГа. Субтитры создавал DimaTorzok